сегодня 30 августа 2015 года вот мы находимся в деревне потеряевка возле лагеря стана православного вот приехал к нам в гости приемный брат сергея мир вам знакомьтесь владимир это мой брат двоюродный вячеслав проходите на кухню там иначе нас как раз обедает фарнаула какой целью познакомиться с вами просто дорогой водоводствия давайте за стол вовремя приехали мы всех снимаем и себя самих тоже все снимаем православный канал на youtube и смотрят новости они как ждут чем у нас новости им интересно что было большое по воле сейчас они помолятся господи будь благословен а святи дары посылаемые тобою прибудет с нами хвала тебе честь и поклонение отец сына и святой дух аминь 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 так сережа выйдите сюда нам пришли люди меня туда сюда зайдем не я вижу машину кто принесет это мой брат надо узнать он мне позвонил пока когда мы в паново были у нас так не делается понимаете без разрешения здесь не разрешено приезжать чтобы так приехал человек говорит незваный господи татарина мы в таком месте находимся на таких условиях что переговариваемся узнаем надо ему или не надо тем более я давно у него спрашивал мне рассказывать ему до этого говорил что я погромче говорю чтобы я слышал раньше спрашивал про вашу общину он не рассказывал так мне интересно потому что я верой интересуюсь ну да дальше что и вот ну все на этом и все интересы при вас нами интересуется не тысячи больше и мы разрешаем может одному на тысячу приехать поступило полторы тысячи заявлений потеряю ответили только двоим как положительный остался один ну и посчитайте какой процент мы не знаем кто вы такой в чего как сергей так не делается это я думал он мне заранее позвонит а он уже я уже в полоске ничего плохого на счеты и действия по отношению вас которые могут вызвать негатив ваших отношениях а вы можете именно тот человек который нам нужен и нашли не не ходом говорится через забор перелезли мы уже даже теперь поневоле глядет на вас так так что вы имейте ввиду хорошо если что-то не заладится нет я ничего не обидчиваю ничего 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 просто вас предупреждаю видите есть не предупрежденные машины лазит воры всякие вот у нас ворует постоянно ворует постоянно идут воровство приезжают узнают ночью тут и овечек тащит и горючее сливает и мы живем как на пороховой бочке а вам надо службу охраны но это все пустое мы говорим о том что есть ну вот охрана работает видите какие что кто вы такой чем приехали как вам относиться мы ничего не знаем мы не подготовлены не молились об этом ничего как говорится смех на голову первое что вы должны сделать так кормить вас как бы обычно там бывает забредают люди откуда-то бывает пешком приходят мы накормили проводили и тут же до свидания на этом все закончено то есть могли быть хорошими друзьями но так как человек нарушил регламент нашего отношения это у нас разговор никакой не может не получиться вы нас что хотели узнать узнали бы больше в интернете чем здесь там все подробные беседы книги я делаю сравнение такое мы живем на одной площадке с пушкиным на долю еще площадке и ни разу с ним не побеседовали мира засчитали только его книги мы его знаем если книги не считали каждый день саша привет и дальше вперед мы я жил с пушкина ничего ты про него не знаешь ты даже не знаешь кто он такой считая его внутреннее настроение книги стихи картины мы узнаем о человеке больше чем в личном присутствии личное присутствие только покажет отдельные стороны обаяния или отвращения отдельные стороны которые в книгах не описано обычно как мне этот проректор сказал писатели они лукавят когда встречаются они не такие как пишут а про меня говорят а он такой как пишет такой есть я не писатель поэтому он и мы ничего здесь из того что снимаем показаны мы не составляем не монтируем мы берем сегодня отдаем и дальше модераторы там уже работали с ним ставят когда конвертирует и прочее у нас ничего нигде не добавляется не не желание показаться лучше какие есть иногда даже упреки вот вы бы это не говорили у вас бы столько людей было люди бы знали а теперь говорите вот у вас тут не согласия родные а нам не надо это было что на нас нападали очень сильно то но и просто очень сильно газета такая мк на алтае московский комсомолец подключили к себе там разную пакость там прописал вов еврейской организации 15 краевых комиссий за лет два уголовных деловых люди вернулся я подал суд все процессы выиграл и теперь все стало становиться на место а могло быть не так мы могли быть близких отношениях они поставили задачу уничтожить на первое место санэпидент станция но ничего не получилось бог бог поставил защиту прокурор края за нас судья карпа ну все встали и дальше началась расправа расправа это врагу не пожелаешь самый главный как писал лучший журналист уже был убит подвале нашли это это не не игрушка какая-то которая инициировал это дело мои подполковник он кажется был здесь внезапно умирает инсульт внезапно сразу кровавая прокуратура это в шоке это что такое того с работы выгнали профессора этого подъезда остановили ножами изрезались его что это такое не знаю я ничего и мы молились почему они нападали и тогда приехал с гтрк дали указание суд решил чтобы опубликовали опровержение что суд это выиграны публикация нас была ложная мы хорошая вас передачу сделаем вы только отзовите свой иск я прям мне не нужна на хорошая передача мне правда нужно вы в лагере не были уже хорошую статью я уже вам не доверяю если вы были видели зачем мне хорошего напишите как хорошее все не бывает комары тут мошка эти как вы наши правила не знаете мы вам даже будем сказать когда будем обедать у нас над столом не склоняются это моя ложка моя чашка вы смотрите вот я почерпнул две руки движется за край вертикаль стала подбородком не заваливать не трудно это русские люди так и второе не облокачиваться на стол больше еще один попутно вопрос курящий отлично уже хорошо так что сережина тебе все остальное садитесь ложку подайте выбирайте какая понравится у нас еще детский лагерь из-за чего мы осторожнейшим у нас детский лагерь там уже 4 года мы ничего не потеряли хлеба вот берите потому что обновитом горячая разогретое уже есть да ладно пускай все как завтра вячеслав вячеслав давай во славу божию все что есть ешьте а то рыба гальяна сереженька наш ловит сядь а дальше сережа сам подсказывает что нужно а соли просьба не соленая не когда мы говорим нормально посолен это означает четыре раза больше нужно 400 процентов соли ты же помнишь это помните ну да было дело если не до сол совсем почти не солить все три месяца и организм переходит на это у вас не будет ни в суставах нигде этих боли это уже доказано то есть лишняя соль едим в основном да соль дешевый продукт мы можем усыпануть его но у нас не положено это мы вам не враги не видите что такая непрезентабельная она очень вкусная мама моя немного дешевый продукт выбор Садись, поешь. Все, да? Господи Боже наш, слава Тебе! Боже всемогущий и хвала Тебе! Посети нищих сиротов-одиноких, покинутых, обездоленных, парадезованных, племенных. Иди им помощь, чтобы благодарили им. Избавь нас от пожара, от воров, от веществой силы, от всего, что не славит Тебя. И пособи совершить это дело начатое нами. Умудри, пошли добрых учителей, наставников и советников. Посеянные, братья и благовестия, сам возрасти. Слава Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Спаси Христос. Тихо, бесшумно, убирай. Спаси Христос. Так, садитесь. Мы побеседуем, если люди против. Так, вот так здесь прямо, садитесь. Расскажите по порядку, ваша фамилия и имя и отчество. Макеев Вячеслав Александрович. Год рождения. 75-й, 900-1970. Место жительства? Барнаул. Прямо в Барнауле, да? Ну я живу там, на даче сейчас. У вас семья там? На даче жила. Ну вы женаты? Да. Были судимы? Не были судимы. Значит не опытный человек. В России быть не судимым это или шибко хорошее, или очень хитрое. Так, что вы знаете о нас? Что побудило вас приехать? По порядку вопроса. По порядку. В рот, что притяй. В Бере утверждаюсь, интересуюсь. Сергей рассказывал. Мы с ним разговариваем, беседуем, он рассказывал. Я люблю деревенский образ жизни. Сам часто на даче живу. Поэтому решил приехать посмотреть, как уже видно. Сергей, разве не сказал, что там так не приезжают? Только с разрешения. Говорил он. Это во всех документах у нас, во всех объявлениях. А он говорил. Притом не просто, а написано категорически запрещается без разрешения приезжать. Он мне говорил, я сказал, если меня не пустят, ничего страшного. То есть я приеду, посмотрю? Нет, приеду, посмотрю. Это другой вопрос еще. Почему вы решились на нарушение этого? Нет, ну я не думал, что это так серьезное нарушение. То есть вы заранее решаете. Не зная людей, уже решаете их устав, это не серьезно. Нет, для меня, для меня. Я могу развернуться и ничего страшного. Видимо, разговор прямо все время крутится около этого вопроса. Неправильно это. Я согласен с вами, что неправильно. Больше так не буду делать. Дай мне хлопушку. Еще в городе занимаюсь также с детьми. Что вы конкретно знаете о нас? Что побудило вас приехать? Просто деревенский образ жизни. По пути ехали много деревень. Нет, просто знаю, что вы ведете свое хозяйство. Веруете, молитесь. Дела хорошие делаете. Больше ничего не знаю. А именно почему вы к нам решили приехать? Потому что брат здесь. Его бы если здесь не было, вы не приехали? Если бы его здесь не было, ну не знаю, не знаю, не могу сказать. Я бы о вас не узнал, если бы его здесь не было. Только потому что брат здесь. Ничего особенного о нас не знали, не видели. И поэтому. Просто еще потому что у вас не русская православная церковь. А какая? Ну по-другому вы что-то. Мы как раз и русская православная церковь. За границей. Ну что как-то по-другому? Ничего по-другому нет. Мы православные. А что тут по-другому может быть? Ну вот мне интересно стало. Ну у вас какое представление о православии? Скажите, чтобы видно было, что не по-другому. Какое? Что пришел, когда надо ушел. Тебя никто не спрашивает. Нет, что наоборот, что у вас порядок там, порядок. Ну вы посты соблюдаете? Стараюсь. Нет, это не ответ. Ну был. Ну стараюсь. Вопрос-то исполняешь или не исполняешь? Понял. Один раз соблюдал полностью. Вот сейчас был пост Успенский. Вы его соблюдали? Нет. Почему? Почему не соблюдал? Ну? Ну потому что я в принципе в течении всего года не напрягаю организм свой. Мясо не ем там. Ну редко очень ем. Вы понимаете, после этого не требует напряжения. Пришло время, в этот день уже нельзя. Вот у мусульман, допустим, наступает уроза, когда все кончилось, и ни один не будет. Он будет бит. Его сурово накажут, если его нарушат. А есть может только вещи, когда ты белые от черной нитки уже не видишь отличать. Только тогда. У православных тоже существует порядок. Не так, что я хотел, или я стараюсь. Там не спрашивают, стараешься, ты исполняешь или не исполняешь. А стараешься это, ну старался, не там усилилось. Может быть я не совсем четко представляю, для чего мне пост. То есть вы может скажете тогда, для чего пост. А вы ездите на своей машине давно? Я буду соблюдать на своей. Вот вы сейчас ездите. Это ваша машина? Моя. Лично ваша? Вы покупали ее? Я, да. И вы со всеми правилами ознакомлены какие на дороге? Ознакомлены. И вот они эти правила меняют. И вы всегда с ними соглашаетесь. Милиционер основан говорит, нарушено. А ты же, ну я старался, но не получилось. Там на красный проехал, еще что-то. Ну на красный я не проезжаю. Ну я к примеру говорю, на красный, то есть на запрет. На запрет. Не пристегнул, для ребенка кресла особого не сделано. Если он тебя захочет ущипнуть, он ущипнет очень больно. Ну да. Так? Так. Или где-то там сплошную линию переехал, тысяч 15 сгладит. Ну я правила не нарушаю. Почему? Потому что это безопасность для жизни. А тут можно в церкви? Тут можно покуролесить, как угодно. Нет, нет, нет. Я никаких правил пока не нарушал. Я вас слушаю, прислушиваюсь и делаю, как вы мне сказали. Так эти правила-то не наши. Вы в любой церкви возьмите календарь и там написано, когда пост идет. Я православный, но не собираю. А, вы про пост. Про пост. Вы же не баптист? Нет. У него предки были. Предки у меня были баптисты. Дедушка, прабабушка. Ну дедушка это литовато, вы могли совсем его не узнать. Как? Дедушку я у меня растил. От него вы ничего не получили разве? Почему? Получил конечно, все самое лучшее. Самое лучшее. Да. И что вам дедушка рассказывал о вере, о спасении? Ну он мне говорил, что надо к людям больше добра делать, честным быть. Это говорят все правители, депутаты, все больше добра делать. Только это он и говорил. Ну, наверное много чего говорил. О Христе, что он вам говорил? О Христе. О Христе. И кто он такой Христос? Какое отношение имеет к моей жизни? О Христе он мне, наверное я все таки сам читал. Сколько лет вам было, когда вы дедушку потеряли? Дедушка мой. Баптистка только. Да он жил лет только пять назад, наверное ушел. И вы были рядом с ним? Да. Ну как, я приезжал к нему. Приезжал к нему. Да какой же это баптист? Он нет, у него просто мать была баптистка, а он так немножко. То есть он не совсем. Про иконы что-нибудь вам говорил? Он иконы не это. В общем даже интересно. Он иконы не вешал. Это не баптист, если он иконы не называет Эду Ирины. Это не баптист. Но он не любил иконы, в смысле он не вешал дома их. А какой он не крестился, не совершал. И попов не это. Это кто? И любил. Не любил бы. Он говорил, что попы не любил, не ходил в такую вот с попами. В настоящий момент, вот как мы сели с вами за стол, я именно об этом положении спрашиваю. Вот вы сегодня умрете, и с вами на работе где-то там сосед по даче, который совершенно ничего не берет. Пьет, курит, гуляет, меняет жены, ворует, как и любой русский человек. Пьет, все у него в порядке. Иногда в церковь заглядывает, между ним и вами какая разница? Наверное, в том, что как мы и живем. То есть, кто и кем является для вас Христос? В настоящий момент, вот сейчас. Наверное, спасителем? А? Почему спасителем? Где спасает? На дороге помогает, там. Бывает, иконку повесит, как амулет. В чем он спасает вас? От чего? Где? Когда? Я, наверное, не сильно... Сережа! Соображаем. Твоя работа? Я с ним не работал ни дня. А он мне не работал со мной. Ну как ни дня? Он знает обо мне, что может знать, что спрашивал. И то, что ты ему о Христе ничего не говорил? Нет. Мы с ним не общаемся. Мы с ним не разговариваемся на такие темы. Мы с ним не живем. Тем более странно приехать такую дорогу. Нет, у меня ничего нет за пазухой злого насчет вас. Вы не бойтесь. Вот. Не бойтесь. Зря боитесь. Может быть, не тех боитесь. Я с чистым сердцем к вам приеду. Видите, вы говорите слово «не бойтесь». Евангелие от Матфея 10 глава 17 ст. говорит, остерегайтесь людей. Прямое указание Иисуса Христа. Прямое. А почему? И дальше говорится, ибо они будут, и дальше перечисляются, что они будут делать. Мы обязаны это. А так, не бойтесь, это ничего не говорит. Я спрашиваю о Христе. О Христе я читал Библию, но пока, допустим, я затрудняюсь на какие-то вопросы ответить, потому что я не сильно в этом разбираюсь. Христос умер за наши грехи. Ну, это я понимаю. Он умер. Он на кресте умер. Ну, это я знаю. Мы, грешники, должны умереть, а Он взял наш грех и за этот грех ответил перед Отцом Небесным. Это курс. И веруя в Него, и мы имеем жизнь вечную. То есть Он заместитель наш. В курсе. Занял наше место на кресте. Потому что мы все согрешили до единого. Один человек живет правильно. Никогда не грешит. Ни посты не нарушает. Ну, образно сказать, он по лестнице залез до крыши. А другой ничего этого не соблюдает. Просто верит. Но до расстояния до Луны одинаково у обоих. И до Солнца. Одинаково. Три метра и 125 миллионов километров. Они просто метры это никакой роли там не играют. Согласны? Поэтому нет праведного ни одного. Все согрешили. Все лишены славы Божией. Все. И поэтому Сын Божий сошел на землю, чтобы взять грехи людей на себя. И человек каждый сам добровольно должен осознать это, принять Христа, жить в Нем по Его заповедям. Жить. Вы когда на машину, то есть права на вождение машины сдавали, вы учили какие-то по книжкам что-то? Конечно. Конечно. Так вот жизнь пройти не поле перейти. Согласен. И чтобы в этой жизни жить и прийти к определенному моменту расставания с жизнью, человек должен многое знать. В первую очередь, вот я спрошу, для чего вы родились? Какая цель заложена была в этом? Ну, сегодня что, дерево посадить, и вот спилят дом, и водой под море там сына родить, а сын будет хулиган в тюрьме сидеть. Вот три условия. Библия не говорит ни о чем об этом. Как вы понимаете, для чего человеку жизнь дана и лично для вас? Я думаю, чтобы человек мог открыть, познать себя и прийти к Богу. Ну а каким ты должен познать себя? Объясните это слово, что как познать себя? Познать себя, ну это емкое понятие такое. Ничего в нем нету, там познавать нечего, там тьма. Прийти к Богу? Внутри требуха вонючая, там нечего познавать. Но человек же все-таки по образу Божию создан. По образу Божию? Да. Щекотило по образу Божию? Ну не каждый, наверное, щекотило. Да внутри-то себя-то гляньте маленькие. Смотрю. Гора пустых бутылок и толпа голых баб. Ну, тут не соглашусь с вами. Не соглашусь. Что, не так? Нет. Это лозунг? Я бы сюда не приехал. Лозунг, чтобы не было. Если бы у меня были бутылки голых баб. Не жег позор за бесцельно прожитую жизнь. Ты как можно больше то и то делаешь. Люди стремятся, люди стремятся к вере. Так, я временами буду разворачивать к одному месту. Так, цель вашего приезда тогда какая? Цель? Вот ехать дорога, мелькают селения, машины. Нет, нет, нет. Увидеть, наверное, сейчас скажу. Увидеть верующих людей, как они живут на земле. Верующих вы можете найти, зайти в Барнауль Покровский собор, Никольский собор. Не, не, не. Которые живут на земле, вы их дослушали. Ну и на земле, которые вы в любое село можете приехать. Сейчас открыто много храмов в Алтайском крае. Сейчас митрополит Сергий здесь есть. Антони начинал, новые храмы открыты. И в селе, в общем-то, даже маленькие есть, где открывают. Они живут на земле. К нам ехать никакой надобности не было. Ну, приеду в другое село. И что? Ну там посмотрю. Мне же это интересно, как люди живут. Что интересно? Говорите, чтобы я мог удовлетворить ваш интерес. Да вы вообще не можете не удовлетворять. Просто делайте, что хотите. Ну как? Вы старались, трудились. Приехали в воскресенье. Делать нам нечего. Мы не работаем. Единственное. Мне хотелось, чтобы вы занимались своими делами. Дело, которое сегодня было, это богослужение у нас, занятие, благовестие. Мы все сделали. Мы уже готовимся ко сну. То есть все мы уже сделали. Теперь только Бог дал нам гостя. И мы желаем поближе с ним познакомиться. Что это Вячеслав? Вячеслав это или Ехавод? Кто? Ехавод. Это кто? Это по-еврейски бесчестие. Вячеслав. То есть вечная слава, а на самом деле может это бесчестие. Я думаю все-таки вечная слава. Это лучше. По-еврейски у меня имя не еврейское, а русское. Вячеслав, славящий мудрость. Собрание мудрых Вячеслав. Ну цель жизни-то какая у человека вообще? У человека, я думаю, знаете, у человека, у каждого, каждый должен понять для себя, открыть смысл жизни. Каждый сам. У каждого свой. Сколько лет вам скажите? Сорок. Сорок. Сорок лет вы узнавали и не узнали. А это, наверное, процесс всей жизни? Да дальше-то только увядание организма идет. А вы узнали смысл? Я узнал очень рано. Когда мне было, может быть, два года. Ого. Два года. Как только я осознал себя, что я могу разговаривать, я сразу понял. Есть рай и есть ад. И чтобы не попасть в ад, рай не для меня. Понял. Я не знал о Христе. Я знал, что Он есть и всегда молился. Я избранник Божий. Но в армии я посмотрел фильм «Отверженный Викторий Гуго». Нашел книгу. Он говорит, жизнь дана для того, чтобы спасти не жизнь свою, но душу. Вот это верно. И когда я на корабле работал, я задавал такой вопрос коллегам своим. Скажите, какая у тебя цель жизни? Если ты ее не достиг в этой жизни, ты зачем жил? Если цель есть, она должна быть достигнута в любой позиции. Хотя вот сейчас здесь атомный грипп навис над нами. А цель должна быть достигнута, независимо от того, что вот это вот моя жизнь. Вот я иду. А вот это вот каждый день я могу оборваться. Вот это каждый день авария. Каждый день. А вот это вот мне отмерено 70 или 80 лет. Все. А вот это я иду. Ну какая цель жизни? Такая, чтобы она была достигнута в любой ситуации. Мы плывем по морю. У меня моряк был. У меня папа моряк. Ну вот смотри. Вот это так. Ну хорошо. Ты так думал. Я вот думаю, у меня там что-то намекается. Но сейчас у нас крушение. Обледенение и полное опрокидывание. Вот только от бассейнера погибли. Ты достигнешь цели? Нет. Значит жизни не было. Ты напрасно родился. А меня если бы набор волной сбило или опрокинулось? У меня стихотворение есть. Когда мой корабль опрокинет пучины, а рот поперхнется волной, дай Боже, чтоб к небу своею кончиной других я увлек за собой. Здорово. Цель во Христе. Христос говорит, я есть им путь истинной жизни. Я вот судим был. Я в пяти тюрьмах был. Мне это опыт. Корявая моя биография, но мне как раз. Я политзаключенный считался. Я был верующим. Но я коснулся политики. Архипелаг ГУЛАГ издал. В репрессированном брал интервью. Все это распространял. Ну и вот вылилось это в решетку. 26 лет меня мучили только в психиатрии. И куда бы я ни поступил в университет, меня везде выбрасывают. Хотя сдам все до одной пятерки будут. Разницы никакой нету. Но это мне все на пользу. Что я не остался за границей. Что я остался здесь. Это как раз то, что Бог отмерил мне. Я ни разу не возроптал. Я знал цель. Бог назначил это. И вот что мы делаем. Это внешне. Внутренне здесь идет работа. Большая работа. И он знает сколько с ним работы. Как он увидел на столбе наши занятия в университете. Как пришел. Пришел доказать. Какие-то тут сектантишки собрались. Пришел да и остался. Вот этот вот самый Сергей Павлович. Так я говорю? Истинно так. А вы с какого года? Так. Итак. Цель жизни спасти не жизнь, но душу. Цель жизни, чтобы в вечности быть со Христом. Рай. Нам открытый. И для этого есть церковь. Для этого есть святые тайники. Я не делаю сейчас пока вам особого акцента. чтобы баптисты это не церковь. Они хорошие люди. Все не церковь. Где нет епископатов. Вам нужен Христос. Вы не знаете. Вы. У нас есть вот Сергей. Вот он сидит. У него одно качество есть такое. Беспечность и легкомыслие. Вы похожи на него. Дружок, ты такой же пришли. Это мама говорит ему характеристику. Не обдуманные поступки. Не обдуманные совсем. Мама давай. Вот один из поступков ваших необдуманных. То, что вы приехали без предупреждения. Точно. Видите как. В деревне Часовой уже сразу стоит здесь. В телефоне. Машина прошла. Теперь машина записана. А почему он этот человек? Кто он такой? Ну мы должны были сказать. А что если я скажу я не такой? Ничего. Мы живем в своем государстве. У нас было и нападки. Как? Скрутили. Руки к ногам. Выпороли его по первое число. Завалили в кузов и в милицию. Жулик какой-то. А? Жулик какой-то наверное. Ну он напал. Просто детский лагерь был. Пришел. Мужчина сильный. Ну а тут у нас тоже сильные. И прочее. А когда приходят люди. Бывают в нужде где-то вот. Как-то не до. В прошлом году кажется это было. А может позапрошлом. Какой-то узбек. Он где-то был здесь нанятый. Видимо что-то с ним плохо обращались. Он бежал. Бежал и наткнулся на нас. И он начал там болеть. У нас тут медсестра. Сразу лекарства добавили. Сразу нажали в милицию. Милиция тоже приехала. Разобрать. У него документы все в порядке. То есть миграционная служба. Он нанят на работу. К нему претензий нет. Но назад он никак не хотел возвращаться. Вид делает, что по-русски не понимает совсем. Это может быть. Это может быть бригадным методом. Он может там только работать. Но они как будто работали в сельской местности. Подробности не знаем. Видите как. Мы его накормили. Напоили. Поврачевали. И отдали в руки тем, кто должен следить за порядком. Мы его принять то не можем. И на улице оставить не можем. Вы не из таковых. Но ваш статус почти не определен. Чуть-чуть только. Так. Вы когда домой думаете ехать и ехать? Ну. Домой. Да. Домой. Отсюда. С Потеряевки. Ну. Я уж не знаю, чтобы вас не напрягать. А? Не знаю, чтобы вас не напрягать. Не напрягать. Я хоть когда могу уехать? Ну конкретно, когда вы ехали, как думали? Как вы воображали свой приезд сюда? Как вас встретят? Как вы проводят или вы проводят? Ну вот я и подумал. Как встретят, так и поедут. Могу сегодня уехать. Могу завтра. Ну вы когда ехали, то у вас талант какой-то был. Давайте сейчас все, что у вас на душе. Хотели вы что узнать? Для чего ехали? Не, мне хотелось бы просто посмотреть, как живут люди. Ну вот вы посмотрели. По деревне вас, конечно, мы не поведем, вас не знаем. Это у нас под запретом. Приехали люди креститься нынче. Мы долго переписывались по скайпу. Беседовали. Разрешение они получили. И когда мы пошли по деревне, они с людьми познакомились. Приняли крещение. Были баптисты даже, которые в крещи в православие. Мне бы хотелось старообрядцев посмотреть. Ну в другом месте. Мы не можем этого сделать. Ну я тогда сегодня поеду. А? Сегодня поеду. Хорошо. Старообрядцы. Они такие же люди, как мы. Да я ни разу не видел старообрядцев. Хотел бы сказать. Такие же с бородами. У нас все считают старообрядцами. Нет, как живут мне интересно. Все одинаковое. Один к одному. Посты также соблюдаем. Все внешне одинаковое. Все. Если бы вы приехали раньше, у нас было занятие, и там было старообрядцев полно. Вы бы их увидели лицом в лесу. А так я приду, незнакомого человека ввожу. А вот я привел старообрядца поющего в музей. Курс камеры какой. Чего я ради показывать буду? Показывать нечего. Это русские люди. Самые настоящие русские люди. Которых сегодня никто не гонит их. Я знаю. Они свободны. А вы с какого года? 39, 10 июня. Лапкин Игнатий Тихонович. Местный уроженец. Зима я в Барнауле. Сережа, Вячеславу визитку давал? У вас есть наша визитка? Нет. Я вам сейчас дам. Вы дома скроете. Это наша визитка. Исключительно богатый материал. Вот смотрите. Это наш сайт. Это Сережа стоит. Это мой брат священник. Здесь наш YouTube. Форум. Сайт. Пожалуйста. Православный. На той стороне. Просчитайте вверху. На той стороне. Вот. Это мой телефон. Где-то не сомните в какое место положите. Вот это вот составить фотографию. Приезжал художник. Очень известный. На календаре даже его снимки идут. А сам вот такое вот. Что именно на визитку сделать. Это и была идея Сергея. А потом уже доводили до нужной кондиции. Это один парализован у нас есть. Сергей Козлов. Из Краснодара. Ему отсылали. И он это крест там все как надо поставил. С визиткой. Тут мы долго манипулировали. Сергей Козлов с Воронежа, а не с Краснодара. А? Вы сказали, что Сергей Козлов с Краснодара. Не правильно сказал? Воронеж. Да. Он Воронеж. Не правильно сказал. И там рядом области. Но ему то все равно это. Вот так. И он с Воронежа переехал. Ударился 13 лет и жить парализованно полностью. Понятно. Совершенно. У него только один плечевой сустав. Вот так все скрючено. И он работает на компьютере иконы пишет. Иконописис. Он за троих работает один. И вот мы познакомились. И у него. Мы заезжали. Братья наши были там нынче. Священники ездили. Если Бог даст, может нынче будет Крещев в полное погружение. Может отец Аким туда уедет. Так. Вопросы от вас. У вас Евангелие есть в доме? Евангелие есть. Евангелие есть. Да. Вопросов нет. Никаких. Нет. Посмотрю на сайте. Вы знаете кого мне напоминаете? Ну. Макария Александрийского. Такой был любопытный он. Что-то услышит о ком-то. А я хочу. И собрался и пошел по пустыне. Машины то не было по пустыне то. И он сделал заранее щинки такие там. И дорогой пройдет там километр поставит. Ну как затес и делает. Ну и лег спать. Встал. Все щинки собранные. Которые он поставил. Как в головы лежат. Дьявол их ночью собрал. Ему принес и положил. И он понял на тыщинки. Надеяться не надо. На Бога. И дальше пошел. И он шел там 40 дней пустыни. Представь себе. И он задумал однажды Иоанне и Амрия. Которые были волшебники во времена Моисея. Посмотреть. И когда он приближался к этому месту. Навстречу ему вылетело 70 бесов. Демонов. Они стали орать. Кричать. Отгонять. Отстаньте вы. Я посмотрю и уеду обратно. Ооо. Собственно. Точно. Все верно. Только кто? Бесы? Да. Здесь верующие. Бывает интересуются бесами. А бывает те которые бесов поражают. Бесов вы тут не увидите. Здесь верующие поистине. Одна большая дружная семья. Это любой скажет. Когда у меня шли суды. То пришлось. Одному исследователю пришел. А может я приду к вам с сыном. Ее назначили. Но она психологом работала. А можно я какое-нибудь интервью возьму? Я говорю. Можно. Она пришла. Обедали мы. Занятия. Она все сидела. Оделась по нашей форме. Как положено. Потом только спросила. А моего сына в лагерь возьмете? Я говорю. А почему не беседуйте ни с кем? А чего беседовать то? Одна большая семья. Она прокуратурой была направлена к нам. Прокуратурой. Потому что у меня шел суд. Им нужно было разобраться во всем. Ну и разобрались. Нанесли упреждающий удар. И все рассыпалось там. Они нанялись в Московский комсомолис. И кажется 4 заказных статьи против нас. Прокуратура? А? Прокуратура? Нет. Московский комсомолис. МК на Алтай. Наверное их тоже кто-то нанял? Там сектанты все слепилось вместе. Ну и ГТРК Алтай. Наверное это замешаны были. Их тоже засыпили. Они в суде там крутились как жареные были. Ну и полный проигрыш. Заставили оплатить. За моральный ущерб. И за подрыв деловой репутации. Мне заплатить. А головное управление у них в Москве. Решение вынести они не уперлись. Им сразу штраф в два раза больше чем присудили мне. И второе предупреждение конфискации имущества. Которое у них типография. Они мгновенно рассчитались. Ну это. Видите. То есть у вас прокуратура за вас была? Полностью. Вот. Сто процентов. У нас близкие отношения с прокурором края. Очень очень близкие. Ну просто. Как будто бы мы. Он генерал-лейтенант. Понял. И он посылает сюда своих полковников. Они приезжают. Местные прокуроры. Они ничего не находят. И дают сигнал. Ничего этого нет. Нет ничего этого. Детей допрашивают. Тут что только. А то избиение детей тут есть. Все. Всех врачи тут рассматривают. Нигде ничего нет. Ни одного свидетельства этого не было. То есть стопроцентная ложь. Мальчики спят с девочками. Спят они не на подушках. А на вещевых мешках. Судья спрашивает. А вы там ночевали с ними? Нет. А как вы узнали? Что так? Сколько у вас нынче было? Я говорю 70. А подушек сколько? Я говорю 120. Так чего бы они спали на вещевых мешках-то? А у них там спят это курятики. У них зарегистрировано в краевом отделе юстиции. Судья. Да это курятики. Перестаньте. Вот документ регистрации. Краевой отдел юстиции. Нам документ. Докажите что это курятики. Ничего нет. Ну и. А дальше она судья им вообще перестала верить. А пошли родители, свидетельщики, дети были. Детей забирают. Родителей не допускают. А у меня лагерь такой, где родители живут с детьми могут здесь быть. Бабушки, дедушки. Они говорят, а мы много лет живем здесь. Ни одного, ни одного обвинения не было подтверждено. Ни одного. Потому что свидетели, которые здесь были, даже враги, которые были, и они начинали как бы поносить в своих выступлениях, а в конце начинали на похвалебную ноту переходить. Это Бог так делает. Вот представьте, я начальник детского лагеря. 44 года. Ни копейки от государства. Это набрать детей. Это привезти. Это кормить. Поить. Создать условия для игры. Купаются. Собирают ягоды. И ни одного повреждения, ни одного отравления за 44 года. Здорово. Это что-то стоит? А это у Вас как раз вопросы появились. Погромче. Как раз вопросы появились. Давайте. Про детей. Погромче. У Вас родители тогда платят за детей? Родители. Ну, у которых мы знаем разрешается. У нас нынче они тут были. Платят кто? Ты погромче спрашивай. Платят. Платят деньги. Платят? Да. Родители. Ну, платят родители. Ну, у нас нынче только было 70% полностью бесплатно. 70%, а не копейки. Это понятно, что тут никак не обойтись. А дети только верующих родителей здесь? Нет. Родители могут быть неверующие, чтобы дети были верующие. А вот. А дети, если родители неверующие, как дети? А вот так. Родители говорят, я неверующий. А сын, говорит, ходит в школу воскресную. Сейчас видите, какая обстановка. А если родители верующие, ребенок неверующий уже не возьмем. Зачем ему портить лето? Он должен в интересном месте быть, чтобы нравилось. А мы за стол и за стола. А. В субботу и воскресенье у нас богослужение в храме. А зачем это нужно? Какое я имею право насиловать ребенка? Он должен добровольно. И у нас именно такие дети. То есть, если ребенок верующий, значит, любой может к вам прийти. Любой. Даже немного верующий. Даже чтобы ему не в тягость было, чтобы молимся. А тут игры, футболы, волейболы, чего только нету. За ягодами до 5-6 раз так окупаются. Классно. Тут все в достатке. Если глянуть, то какие у нас сооружения, турники, качели. Огромные-огромные качели такие. Тарзанки. Они летают как обезьянки. Детям интересно. Значит, зачем бы они на следующий год приезжали-то? А до какого? С какого по какой возраст можно? Самый маленький был 7 месяцев. Самый старший 72 года. Вот в этом ракурсе, можно сказать. То есть до 7 лет, до 7 лет. С кем-то должен быть с родителями из старших. А после 7, вот в 7-8 год уже самостоятельно. У меня она еще... Вика-то она меньше была. Виктория, девчонка-то маленькая. Шесть лет ей. Шесть лет было. Шесть лет. Но у нее-то с ней было два брата. Кирилл старший. Они должны были присматривать. А получилось, за ними надо присматривать. Девчонка до того умная. Ни одного замечания, ни одного наказания. Вот. Ну и платить надо. А у матери денег нет. Ну она там по тысяче рублей вложила за ребенка за месяц. А когда приехала, привезла двойняшек, которые вот такие маленькие-то. Я тоже сказал, верните ей деньги. И проводили ее бесплатно, дали на дорогу денег. Понятно? Мы учитываем все. И семейное положение. Это невозможно. Почему? У меня помощники. Помогают мухой. Как говорится, спонсоры. Крупы, вермишели разные, растительное масло. Такой человек, который много лет помогает, как в лагерь. Они сами мне завозят там в Барнауле. Вот. А которые где-то издалека, еще из Казахстана были. Вот она приехала, привезла двоих. А сразу один ребенок бесплатно. Только за одного. Хотя там, ну дорогу, поэтому надо учитывать. Раньше было, мы могли собирать даже на дорогу. Тогда Наташа была здесь. Приходит. Она ребятишек обошьет. Она помогала материи. Предпринимательница здесь. Очень хорошая. Абраменко. Вот. И обошьет, платьишки всякие сошьет ему. Для бедного человека это обошьет. А у вас дети есть? А у вас есть? У меня есть. Вот есть. Вот мои дети, смотрите. Понял. А вот вопрос один еще возник. Как вы, ваши отношения, хотелось бы узнать. Как вы относитесь, вот, то что в городе, я состою в трезвой организации, в трезвеннической. И мы, вот у нас руководитель Жданов, руководители, мы занимаемся с детьми и трезвость им проповедуем. И что? Трезвость проповедуем. То есть с детьми занимаемся, Жданов руководитель у нас. А кто Жданов фамилия? Это имя его? Владимир Георгиевич? Владимир Георгиевич? Владимир Георгиевич, ну. Да какой он руководитель? Он профессор Академгородка против пьянства везде. Ну да. Ну вот он общество трезвое движение. Не встречался с ним, беседовал. Вы как к этому относитесь? К кому? К его работе? Ну вот к этой работе, да. Работа хорошая у него, нужная. Но он отрицает все христианское. Он оккультист. Это уже доказано. Потом вот эта коррекция глаз, что он где-то... Да, да, да. Ни один человек не выпрыл, кого я встречал. Вот у нас Виктор увлечен был этим. Сестра его. Все с очками остались. С очками. Если бы так было, то по крайней мере в правительстве в очках у нас никого бы не было. Это не срабатывает. А он оккультист, потому что он вино не приемлет. Вино. Не приемлет он. Нет, не из-за этого вино. Он вино, допустим, не приемлет вино. Это правильно. А почему? У нас сухой закон. Мы тоже не пьем никто. Но мы православные. У нас по уставу положено. Мы можем выпить, мы в рот не берем капли. Только потому, что я хочу воздержаться, быть трезвым. А он не так. Он начинает обречать и говорит, там горящий кипяток наливает, и вино поэтому воспаряется. То есть он плетет, что попало. Ничего горячего нет там. Там теплота. И вино остается вином, но дают тебе на перстах. И может быть там четыре раза в году у нас причащается. Что тут понимать-то? То есть он выдумает дальше. Он против табака. Я слушал лекции, записанные у меня лекции есть. Понятно, что он нового сказать ничего не может. Я ему подарил две книги, когда он в университете выступал, а я в этом университете вел занятия. Ну, судя по всему, или он не читал, или на него они не подействовали книги. А у меня там столько написано. Все из Библии, из жития святых, о вине. Именно о вине написано там «Избави Господи от пьянства». Он борется не так. Ну, хорошо. По нему. Он нигде не говорит о Боге. Для него это нет. Ну, хорошо. Кто не курит и не пьет, тот здоровенький умрет. Все. Ты все равно умрешь. Какое это отношение имеет к спасению? Никакого. Ну, трезвый образ жизни. Ну, и живи трезво, мы ведем трезво. Ну, это молитва, это доверие Христу, чтение Слова Божия, православные посты. Он ничего этого не говорит. Просто давайте жить, быть хорошими и быть трезвыми. Другого у него нет. И он обращается, я до конца даже не стал смотреть это, к оккультным силам, то есть к бесовским. Я не утверждаю это, но священники, которые занимались этим, они, ну, я гляжу, раз к Богу не ведет, то сатана там делает свое дело. Я говорю, пьяница царствия Божия не наследует. Это слова апостола Павла. Пьяница царствия Божия не наследует. Весь сказ. Ты пойдешь в вечное мучение в огонь. Больше не надо ничего. Понял. Так, вопросы у вас исчерпаны? Исчерпаны пока. Так. А вот о глобализации он говорит, Жданов, вы слышали, нет? Еще бы. И как к этому относитесь? Понимаете, как ты ни крути, глобализация это под одну гребенку поставить весь мир. Да. Чтобы одновременно всем хлопнуть по лбу. Я образно так скажу. 666. Чтобы никакого мысли, глобализация вот это объединение. Что интересно, совсем недавно, неделю назад я прочитал в интернете, но у меня доказательств никаких нет, что это так. Будто бы Германия выходит из Шенгена. Значит, наелись засыта. Будто бы. Но в интернете это есть. А это считают, что придется кружить по Европе, какими-то побережьями пробираться. Германия это центр, с этой стороны Франции. Мы тогда были у всех в Шенгенской обвизе, и мы прошли до Португалии, Скандинавии, Прибалки. Ну, это может быть слухи просто. А? Может это слухи просто. А о Германии? Да. Не знаю. Я в интернете прочитал. Ну, в интернете там. Но она не вышла пока. Много о чем пишут. Ну, не знаю. Слухи. Проверить как? Что? Подождать. Ангеля Меркель пойду спрашивать. Подождать? Да мне знать зачем это нужно. Я просто говорю. Глобализация. Речь об этом идет. То есть, глобальный план 300, комитет 300. 6 миллиардов спихнуть с земли. Один оставить. Золотой миллиард. Ну, а будет ли так? Делается все для этого. Делают привитки, чтобы не рождали бесплодными. Репродуктивный возраст женщин делается выщеркнутым из жизни. Но так не будет. Будет погублено не более 2,5 миллиардов. 2,5 миллиарда это определенное обречение. Библия говорит, третья часть деленной травы увяла. Третья часть. А 6 миллиардов из семи это не третья. У нас уже программа написана. Нигде не фигурирует ни одна цифра, как в Новом Завете в Библии. И будет печать 666. Не печать, а из-за начертания зверя. Как она будет? Ну, нашей жизни мы подтверждаем на что мы угодно. Какие-то новые они планы, там имеют законы, что-то пишут. На нас это никак не действует. Они сейчас то, что там пытаются проводить. Вот они уже до 82 рублей евро взгрели. Мне никак евро не нужно. Яблочки это наши, с нашего огорода. Молоко тут мы купим. Ну, на 5 рублей сейчас оно дороже настало, потому что все везде подоржало. Ну, а все остальное это наше. Наше, все наземное, огородное. Никак. Надо жить своим хозяйством, свой. Вот сейчас на каком этаже живете? На даче живу. Что, все время на даче? Летом. А зимой? На третьем. Ну, вот на третьем. А этажей сколько в здании? Пять. Вот представьте себе, вообразите, что есть здание, что больше пяти этажей. Если сейчас не дадут воды, что дальше будет? Я к своему хозяйству согласен. Да не только хозяйство. Куда потечет из туалета-то? Воды-то нету. Я согласен. На землю надо ехать. Что дальше будет, если отключить свет? Все. Невозможно жить будет. Все закрыто. Мария Ра. Все закрыто. Что вы будете делать? В деревню поедут. Воровать. В деревню поедут. Как поедешь, тебе сегодня надо кушать. Сегодня. Ты в деревню приедешь, это как осенью что-то будет. Сегодня это сделал. Вот вы приехали домой, все перекрыто. Воды нет, электричества нет. Что дальше? А у меня погреб на даче. Да намного ли погреба-то хватит, если семья. Ну а как? У всех погреб. Да рядом сосед ограбит тебя. Первый. Может быть. Да так и было всегда. Да. Ну я согласен, что деревня. 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 Деревня это подлинная жизнь. Да. Это точно. Если так вот живут как верующие, то это от свет райской жизни на земле, когда Адам и Ева были. Они жили в небоскребах. Так вот. И что у вас? Духовных вопросов никаких и нету. Нет. Ну есть. Ну задавайте. Сейчас задам. Я по ходу как раз вот Сергей спросил, у меня тоже был такой же вопрос. Так давай дальше. Вот. А вот еще у меня есть вопрос такой. Вы ногти не грызете? Нет. А что у вас так ногти туда внутрь выстрижены? Ну так постригаю. Так постригаю. Вот этот вот. А вот здесь? Нет. Нет. Ну дальше. Постригаю просто. Просто так вырезаю. Вот. Просто так. А вот интересный вопрос такой. Про веру. Человека же каждый сам к вере приходит. Его же нельзя заставить. Ну самое. Ну написано вера от слышания. От слышания от Слова Божьего. От слышать можно такое на плиту, что ты до дома не дойдешь. То есть от Библии кто знает и свидетельствует правильно. Вера от слышания, а не от того что бабушка за руку водила в храм. Ну то есть как человека помочь ему? Рассказать ему о Боге, о Христе. То есть по разговору. И молиться. Больше нет никакого средства. То есть словом? Словом. Вера от слышания. От слышания от Слова Божьего. Слово Божьего я знаю, я вам говорю. За нас умер Христос. Чтобы примириться с Богом, Отцом, мы должны принять жертву Христа. Все в мире. Все грехи омываются кровью Иисуса Христа. Уберись от мух спрячь. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. У вас товарищи есть? Товарищи? Да. Товарищи есть? Конечно. Вы пиваете? Ну я то не пью. В рот не берете? Нет. Так я же вам сказал про трезвое движение. То есть мы не пьем. Что вы сказали? Я конкретно вас только спрашиваю сейчас. Но если я занимаюсь, конечно я не пью. Товарищи выпивают, а вы не пиваете. Так сидите. А у меня товарищи не пьющие. Все? Ну с какими? Я общаюсь, да. И никто не матерится? А ну если матерится, я им прошу, чтобы они не матерились. И сами не материтесь? Никогда? Нет. Ну дальше устроите и по пальцу ударили вместо глаза. Ну если я по пальцу ударил, могу сматериться. Случайно. По привычке. Да не случайно. От избытка сердца говорят уста. Оно переполнено. Язык это лопата, которая выбрасывает то, что не вмещается. Ну сейчас вообще очень редко. У верующего не так. Он может палец в рот схватить и сказать, господи, прости меня грешного. Напомню. Я однажды беседовал в краевой библиотеке в фонде музыкальном. А у нас вот она говорит, папа Жора, он не ругается с дочкой. Я говорю, совсем не материться? Нет. Так он верующий? Нет, он не верующий. А он тут же заходит, поздоровались. Я говорю, жена вас говорит, так действительно так он? Да, я на заводе там танкостроительный, инженером работаю. И никогда не ругаюсь. Нет. А зачем это нужно? Я вам этот вопрос говорю, а теперь вот на даче. Бас. Ну тут конечно заругаешься. А теперь, когда мужики рассказывают похабные анекдоты, вы смеетесь и сами рассказываете? Нет. Он говорит, ну да, Гоша, на него жена. Гоша, я говорю, за 15 минут узнал больше, чем вы 15 лет живете с ним. Вы не знаете, какие вопросы задать. А Гоша честно отвечает. Человек, который не верит, он не сам по себе живет. Человек не может сам по себе быть. Природа, говорит, не терпит пустоты или Бог, или дьявол. Не принял Бога, значит живешь, потому что сатана даст тебе. Вам это надо. Вот так. Мухоловку. Ты не можешь быть сам, самим собою. Он будет такое тебе наворачивать. Ну вот, допустим, какие вопросы еще есть? Про казачество ты хотел. О, точно. А интересно, вот у меня предки, в предках казаки, казаки были. Вот ваше мнение про казачество. Потому что я общаюсь, в хоре пою, там, общаюсь с казаками. У нас есть общество казачье в Барнауле. В Барнауле. И вы там поете. Ну просто я общаюсь с ними, я не вступил еще в казачество. Я казаков знаю. Не вступил в казачество. На днях только я ролик поставил. Братцы казаки. О. Восписательный знак. Не Люба, братцы, не Люба. И сразу поперли на этот мой ролик казаки. Тут брат приехал на лошади. Седло оседлали. Сергей его коня подпругу. Я стал садиться. Седло прокинулось под живот и я вместе с седлом. А на лошадь надулась. А они, не знаете, надо было коленом под живот, чтобы на воздух спустило. Ну и теперь я попросил пруд, сел. Говорю, не автомат надо. Смотрите за своими казачатами где они. За казачками, чтобы они девственницами были. Я так к казакам обратился. Казак для меня и цыган это одно и то же почти. Среди них я верующих не встречал еще. Ни одного. Это, как называют, кашкадава. Маскарадные костюмы вот это любят они. О. Лампасы. Ничего этого не надо. Казаки. Какие казаки, когда лошади нету? Ну сколько у вас лошадей там? Нет у них лошадей. А? Лошадей нету. Ну казаки без лошадей. Зато ордена есть. Ордена, погоны. Да. А вот у меня вопрос возник еще один. Поняли, что я сказал? Я понял. Цыгане и казаки у меня в одну черту идут. Ну то есть цыгане тоже вы не любите цыган? Ну что спрашивать. В мире 2896 наций. На первом месте евреи, на последнем цыгане. Мы в промежутке. А то есть евреи это самые такие серьезные, да? Ну они богоизбранные, но они тем путем хотя идут, но до избрания это не отменяется. Бог не может отменить. Он верен в Слове Своем. Мы вот верим в Иисус Христос, кто еврей? Богородица кто еврейка? Что спрашивает-то? А может я читал просто такую статью, что евреи специально придумали, что вот Иисус Христос назвали его евреем и чтобы себя как бы... Ну дальше придумали. Вот допустим сидели за столом они и придумали. И дальше что? Ну написали там что-то. Ну я такую статью читал. А теперь они написали сказку. Чтобы себя поднять. Себя поднять. Да, да. Что они евреи, Иисус Христос, а я читал статьи, что Иисус Христос русский. Матфей, Марк, Лука, Лука только и грех был. Все, и Павел, все это евреи. Библия-то евреями написана. А вот. Да, да. Ну 1 Моисей еврей. Иисус Новин еврей. Ездра еврей. Пророки все евреи. Все до одного еврея. Так что правильно. Мне кажется это странным. Нисколько. Это богоизбранный народ. Великое преимущество быть иудеем. Не русским, а иудеем. И самое главное, говорит, достоинство в том, что им вверено Слово Божие. Им Бог диктовал и они написали. Пророки. То есть русские пониже стоят? Да русских вообще никто и не знал как нация. Это когда они давно ли зародились. Там русичи разные были. Как нация с биографией осознать себя только евреи были. А остальные народы. Там хеты разные исчезли. Их никто не знает где они. Был Египет. А что от того Египта? Рамзес строит город, который поудивил весь мир. А сегодня исследователи ищут уже, наверное, сто лет, где этот город был, не могут найти место его. Вообще нет его места. Вот так. А у евреев, что написано, все есть. Так и идет. Евреи дали три мировые религии. Иудаизм, христианство, ислам. Ислам-то основан. Там Исаа у них поминается. Это тоже еврейское. Ну тоже имя основано, да? Ислам. Ну вы мусульманству знакомы? Ну я знакомы, но не знал, что это евреи. Я думаю... Вот если зайдете в интернет, там книги мои. Там, почитаю. Наверное. И вот 18 том, открытым оком, я разбираю весь Коран полностью, сур и аятом в сравнении с Библией. У Сергея можете попросить и взять в натуре книгу. В бумажном варианте. А тут в электронном. Попрошу. В бумажном лучше. Где расходится, где неправильно. А вот вопрос такой. Вы говорили там про казаков и про девственниц. Вот если вот бывает же сейчас с этим сложнее гораздо. Вот допустим, мужчина, если берет замуж-то, ну, женщину, а она уже, допустим, ну не девственница. Ну и что? И что делать? Ничего не делать. Житро взял-то. Это не кусок хлеба зачерствелый. Взял до выброса. Вот-вот как раз. И как это делается раньше. А если шел, ты нашел на этот ущерб. Она того стоит. Мало еще в жизни было. Насилие было или не следили. Бывает в семье насилие бывает от отца или от отчима, от брата, от кого-то. Да не, я не про это. А про что? Ну просто женщина наша сама живет. Сама просто не думала об этом. А ты какой? Еще так разбираешься? Ну да, вот именно. Ну, сам-то говорит, как кобель без хвоста. По разговору с тобой. Ты дальше уже держи все, что есть в себе. И не ставь уж планку выше своей головы. Все понятно. Понятно? У мусульман там есть такое правило. Если ты жидит настоящая девственность, тебе должна быть подарена Аллахом. А если ты сам такой блудяга, извертелся, не знаешь, где семя рассеял, так такую и бери. На девственности запрещено жениться. Ага, понял. Это хороший закон. Разумно? Вполне разумно. Так что иудеи, и евреи, это богоизбранная нация. Хочешь быть счастливым? Хочешь? Давай дам границу. Первое. Никогда не проклянай евреев. Никогда. Нигде. Ни за что. Никогда. Ни хули семя Авраама. Благословляй его, будешь благословлен. И последнее. Плати десятину из того, что ты зарабатываешь. Десятину. В церковь. Десятую часть. Ты еще заработал, сто рублей отдай. Иначе ты вор Божий. Это сотня тебе не принадлежала. И Бог приложил. Девять истан. Это Божье. Он говорит, меня обкрадывайте. А все остальное в этом. В этом пространстве. Это люби мать, отца, это все потом. Вот первое и вот второе. Последнее. Десятину-то ведь не платите. Воруете. У церкви воруем. У Бога воруешь, не у церкви. Бог говорит, меня обкрадывайте. А Богу-то зачем деньги? Люди спрашивают, как мы обкрадываем тебя? Понимаете? Богу-то зачем деньги? Вы по Писанию говорите. Это даже сами того не знаем. А Господь говорит, десятина и приношение. Принеси это все в Храм Божий. Принеси. Отдай. И не открою двери неба для тебя. Ты получишь в сто крат больше. Вы хотите убедиться в этом? Перед вами как раз такой человек сидит. У которого ничего нет. А когда я говорю ничего нет, все головой качают. Ничего себе. Ничего нет. Ну так нет. Финансирую поездки. Вот в прошлом году мы ездили. Только у нас на поездку ушло 444 тысячи. Понятно? А у меня ничего нет. У меня минимальная пенсия. 6 тысяч там 200 рублей. У меня 35 лет стажу. Но нигде не давали работать. Кроме как в невидностной охране при милиции. Чтоб все время было все. Вот я был в Америке. По приглашению ездил. Как вам помешало? Там повредило КГБ? Никак. Я это говорю не лукаво. Как они меня сделали известным. Меня приглашают. Оплачивают поездку по миссионерскому фонду. Я езжу там в Вашингтон, Нью-Йорк, везде. Никак они мне не помешали. Я с ними на Пасху поздравительные друг другу. Никак. Обиды нет. И знаете как это действует? Закон. Не проклинайте гонителей Ваших. Однажды у меня пришлось сидеть в приемной прокурора края. А вышел Воронин Владимир Павлович. Генерал-майор. О! Кто к нам пришел? А сидят в полный зал. Прокурор разный. Вы видите кто пришел? А кто видит? Никто меня не знает. Да это же Лапкин. Но еще сказал нет. Мы же у него все отняли. Мы же думали он там проклинает нас в тюрьме. А он явился и говорит. А мы все время за Вас Владимир молились. Вы знаете он меня сразил просто. Это же судья. Вы нас до десятого колена проклинаете. Я говорю ничуть не бывало. Макаров Владимир Александрович. Он сейчас там в арбитражном суде. Который меня осудил. По этапам отправил в лагерь. А мы только молились. Так он приехал у меня книги купил. Подполковник КГБ приехал книги купил. Я говорю вы считаете книги. Ну вы как. Понимаете что с жизнью сходится. Это говорит не то слово. Я участник этого. За каждое слово могу подпись поставить. Мы ничего нигде не добавляем не убавляем как есть. Вот я беру у него интервью допустим. Не интервью. А как он пришел. И рядом Пупков Сергей Павлович. Домашний телефон. Иногда и адрес. Так что в других странах этим людям звонят. Тамаша сидеть как у крышен. Говорит да. А то у Нагаевой Марии позвонил бы. А птица с Америки. Еще вопрос. Ну так то вы много уже ответите. Ну много нету. Их нету. Их выдумывать не надо вопросы. Вот если вопрос. Человек обязательно задевается определенный ответ где то. У вас их нету вопросов. Если ничего нет. Мы прощаемся. До лучших времен. Да. 10 октября примерно я буду дома. Там можете позвонить. Назваться. Сказать. Ну через Сергея. В Барнауле дома? Да. А вы живете. Я там прописан и живу в Ползуново 6. В частном доме да? Да в частном. Это я. Одиннадцать лет у меня шел в суд. По конфискованному имуществу. И я выиграл этот процесс. А рассчитываться нечем. А у меня близкие отношения были с Бавариным. Такой был мэр. Знаете? Да. У меня очень близкие такие. Он ко мне приезжал. И они собрались там в прокурорном крае. Все говорят сколько можно мучить человека. Ну давайте решим. Уже суд вынес решение. Заплатить пятьдесят шеста миллионов. Ну. Рассчитать это нечем. А. Судебный пристав. Женщина была. До того и такая. Ядреная женщина. Она прямо поставила им ультиматум. Если Сладкина рассчитает. Если я арестовываю счета городской администрации. Ни один учитель не получит пока не рассчитаетесь. Но меня вызвали. Как поступать? Я говорю мне нужна недвижимость. А где? В центре города сухое место. Недалеко от транспорта. И они мне дали. Приехал Баварин. Огромная статья была в Алтайской правде. Лапкин предпочел храм недвижимость. И мы с Бавариным стоим. На другом снимке там поручки. На третьем поцеловались как мы. Это у нас в коридоре все висит. И он мне такое письмо написал. Это надо просто просчитать. И в конце правда своим языком. Желаю вам гордо вести этот. Христианское знамя. Что есть у вас место для молитвы. Теперь он приезжал. Он голубятник. Я голубятник. Вот он тоже был. Видите как. Я не кто. А друзья какие. Ну да. Я мог назвать даже во это имя. Друзья. Вот так. Я получил два домика. В одном мы молимся. В другом я живу. Я то думал что хотя бы квадратов 30. У меня никогда не было большой комнаты. А тут дали 226 квадратных метров жилой площади. Вообще. Там и детская есть. И трапезная где обедать всем. Ну я от этого ничего не имею. Правда помаленьку там люди дают. Сколько там по 30 рублей. Но я не вижу там кассир есть. За уголь там все. Ко мне ни копейки. Я в глаза не вижу денег. Ну и все. Правда они за электричество там платят. Там свет горит свой. Надо же содержать его дом большой. Большой дом содержать же надо. Ну содержать. Топить. Вот он. Топик снимает Володя. Это беспризорник. Пристал один. Проверили. Принял крещение. Этот с Украины еще приехал. Тут КГБ его сколько проверяло. Сейчас живет у нас. Приняли как брата. Принял крещение. Это новые люди совершенно. Которых. Которых я никогда не знал. А не сам этот просился. Я ему отказывал. Он звонил. Не звони. Ты иди в шахту работать. Ему не надо шахта. Ему потеряевка нужна. Ну и вот приехал. Вот сейчас на кухне несет послушание. Готовим. Видели сами как банк подал. Так. Отведал. Это Сергей. Володь. Это Никита. Благодарю за содержательное гостеринство. Возьмите пожалуйста вот эти из нашего сада. На дорожку. Я вам сейчас свои дам. Я вам свои привез из сада. У нас яблок много. Но я дам все равно Сергею. Сергей пусть грызет. Пусть грызет. Вы знаете чем Сергей занимается. Его собака Ураган. С нами ездила во всех поездках. Поверьте мне. Что такой собаки нет в мире. И не было и не будет. Она проехала почти 130 тысяч километров. На благовестии. На проповеди. Она ночевала в лесополосах. В лесу. Во всех государствах. Франции. В Лиссабоне. В Испании. Где она не была. Там Турцию прошла с нами. Турцию. Это ураган. И везде купался. В Черном море. С той и другой стороны. Черного моря. Такой собаки точно нет. Нету. Сама по себе не бывает. Она с кем то. Но то что мы делаем. Я еду и везде дарю. И дарю. И дарю свои книги. За два года мы подарили на 7 миллионов 150 тысяч. Это мои книги изданные. Это понятно что. Это не две копейки. А у меня денег никаких нету. Как Бог делает. 38 томов издать. А как вы издаете? Ну как. Пишу. Потом сдаю. Платят деньги. Денег нету. Или спонсоры платят. Ага. Ну как без спонсоров ничего не сделаешь. Никак. Это находятся люди. Главный банкир. Евреи помогали. Евреи. Там и мусульмане. И кого только не было. Совершенно. Я по кругу не иду. Я не выпрашиваю. Люди сами выходят. И сами. Ну возьмите. Ну вам же нужны. Вот. Но вы верите на сто процентов. Что я не пропью. Не прокурю. Не проблужу. Да. Если человек чуть-чуть соревновается. Деньги уже никогда не возьму. Ты даешь не мне. Ты Богу отдал их. А Бог принимает через меня. Вот изданные книги. Девяносто процентов изданные книги. А бесплатно развив библиотеки. Что это стоит? Угу. Каждый экземпляр. Семьсот пятьдесят евро. Семьсот пятьдесят. Комплект. Он. Вот он ездил с нами. В поездки. В Москве был. Он больше расскажет. Это Бог так делает. Я не писатель никакой. Но внезапно так вот получилось. А вы книги то раздаете. Книги бесплатно или это? В библиотеке бесплатно. Нет. Когда ездите. Как ездите? Ну по библиотекам ездили. По библиотекам. А по библиотекам. В библиотеку. Приезжаем мы допустим. Приехали в Мадрид. Я в библиотеке. Захожу и говорю. Вот были в Париже. Там в Берлине. Где мы были. Там Анкара. И я такой-то. Вот у меня документы. Изданные книги принадлежат мне. У меня все документы. Типографии. Отовсюду печати. И с какой целью мы выехали? Чтобы милиция. Полиция нам содействовала. Помогала. И везде помогали. Предупреждали. Особенно трудно. Там в Швеции. С собакой. Да там не проедешь. Нас нигде. В Чечню только не ездите. Мы три раза были. Шесть мусульманских республик прошли. Мы им свидетельствовали о Христе. Да там. Там вам пикнуть не дадут. Они встречали нас как родных братьев. В доме муллы ночевали. Представьте. И там беседы. И все это в видео поставлено. Мы везде все снимали. Почему Бог с нами был. И когда мы поехали. Я скажу. Что все что я вычислил в интернете. Все правильно люди говорят. Но на нас это не срабатывало. Никак. Мы отдали себя в руки Божьи. И Бог нас вел. И на чем. На своей отечественной газели. Вообще. Вообразить нельзя. В Швеции сломались. Полностью полетел мотор. И вернулись. Нет. Я не рулил. Новую машину приобрели. Сейчас вот вернулись только что из Мурманска. Из Баренцева моря. Последняя была поездка большая. Люди. Я уже не поехал. А вот он. Один из участников этой поездки. Спаси тебя Господи Сережа. Это знаете для меня какое дело. Мы заранее отправляем где у них. Ставка была. Нынче в Калужской области была. И дальше на север. Смоленщина там прошли. Карелопины. И везде они дарили. А он поди не верит. Вячеслав что дарили. Почему не верит. Верю. Верю. Тут уже все. Ну в частные. И когда бывают люди отдельно заказывают. Тогда платят. Полный комплект. И за пересылку за все заплатят. Для них нужды нет. Книги как изданы. Подовидели библиотеки Путина. Библиотеки Ленина. В исторической. Парламентской. То есть везде. Это в Москве. Санкт-Петербурге. В Киеве. В двух библиотеках. Мы в Крым холесили более поперек. Еще до этой вот. Библиоты. И на Украине везде были. Там же Румыния. Афины. На самом конце были. Дальше трекал жир. Из чего это ради бы мы поехали. А там Владивосток. Находка. Там все прошли. А на Украине сейчас что происходит? Ваше мнение. Ваше мнение. Как сейчас. Для меня. Это одна книга только. Самая маленькая. К истинному православию. Видите? Вот здесь вы как раз все и найдете. Заголовок. Прочитайте слух. Автор выражает особую благодарность Клименко Владимиру Федоровичу. Главному редактору газеты Алтайского государственного университета за науку. Благодаря которому еще при советской власти многие из этих материалов были изданы в общем тиражу около 150 тысяч экземпляров. И дальше. Материал для этой книги собирался 40 лет. Выражая большую благодарность архиереям, священникам МДА, МДА, Библиотекам, которые по крупицам помогли сделать подборки материалов. Быть может, со временем благо блаженного Иеронима Стридонского умер в 420-м. В православии не появлялись материалы такого рода. Сравнивая все полученное со священным писанием, приходится сделать заключение, что то, что сегодня называется православием, практически не имеет обоснования на страницах Библии. Создана совершенно новая религия. Возврат к первоистоку возможен для тех, кто еще жив, если есть покаяние за отступление от Библии. Второе здание Нового Завета здесь нет. То есть то, что сейчас... А вы говорили-то, я как раз начал вам говорить про то, что у вас другая церковь, и вы говорите одно и то же. То про что? Ну я вам вначале так говорил, что церковь у вас, мне интересно, чем отличается. А вы сказали, что у нас такая же. Так а там вот у вас написано, что... С чем? Вот. Создана совершенно новая религия. Это вы о чем? Это то, что в церкви сейчас они что делают? Ну вот, я об этом и говорю. А мы это исправляем. Да как мы-то находимся здесь и находимся в церкви. Я и говорил о том, что... Мы видим эти недостатки и не зовем никуда из церкви, а к церкви всех зовем. А, ну понятно. Ко Христу. Это как раз и говорит о том, что мы просто видим... Вот видите, идет крестный ход, и рядом как корова попала в стадо. Корова где? Ну корова вот. А, вот я на эту... Да нет, это женщины. Вот. Видите как одеты? Посмотрите. Да, да, да. Женщина смотрится и говорит, что корова стоит. Ну... Я думал, где корова? Я на это еще не посмотрел. Вот пожалуйста, крестный ход идет. Вот посол покажи. Корова священное животное. Вот вот. Видите как? Это вот по оглавлениям. Против табакокурения. Против пьянцев. Вот это оглавление. Я Вове Карпову прочитал, против табакокурения сбросил курить. Да ты что? Вот. А у тебя такая есть, да, книжка? У тебя? А, ну ее возьмете и читайте. Вы не видели эту книгу? Сережа, освещай книгу. А та здешняя. Здесь лежала. Да. Разрешите вам подарить ее? За ваши труды, что вы приехали. Благодарю. Слава Боже. Благодарю. Вы здесь найдете ответ на многое. Ну надо будет у меня возьмете там. Я вот за ней приехал, наверное. Берегите. Почитаю. Вы здесь найдете. Не просто читайте, вы будете пересчитывать и запоминать. От объедения, против бродобрития, чтобы бороду не портили. У меня начинало, когда я отращиваю бороду, мне начинает колоться. Это разговор только один. Ну правда. Колоться. Это сатана придумывает. Спрошу, колет тебя борода? Она колет, потому что у тебя ее нету. А у кого есть, что она будет большая? Какая красивая борода. Ну потерпи месяца три. Потом она такая будет приятная. Не трогай. Ну у вас хорошая видна борода черная. Она мягкая, как вата. Ну попробуй ее отрастить тогда. Ее не надо, она сама растет. А ну ее не надо пострелять. Пострелять не надо? Пострелять не надо? За ней не надо не ухаживать и все. Не надо? Расчесал, расчесал. Расчесал маленько и все. А тут каждый раз скребете, она идет и идет. А мне мама говорит, говорит, ты как отращиваешь бороду на деда становишься похож. Ну и плохо ли это быть над дедом? Дед дал жизнь маме. Вот. Ну вот и все. Ну что, если вопросов нет, мы вас провожаем. Давайте помолимся. Дорогу-то найдете обратно? Да найду, конечно. Сейчас светло, тогда за светло поеду. Вы не водите что с вами? Нет, нет, нет. Я наоборот благодарен. Я вам позвоню потом. Да. Боже, слава тебе. Дивный Господь, хвала тебе. Благодарим тебя за мирное время. Благословище славу обратный путь. Даруй безопасное движение, исправность транспорту. Приведи его к покаянию, чтобы он принял тебя как своего личного спасителя, чтобы он служил тебе всем умом и всем сердцем. Благослови нас здесь и пособи нам исполни то, что начато. Пошли нам добрых советников и все необходимое для того, чтобы исправить погубленное тебе, Боже, слава, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Ну что, с Богом. Сережа, провожай. Прямо ухожу. Сережа, я буду в машине. Счастливо. Все хорошо. Ребята, счастливо. С Богом. Бог в помощи. Вот. Поехал. Семь метров длиной. Шалаш. Мы там выкосили столько травы, осоки, камыша. Сколько ушло тут. Детей приучаем к трудолюбовым. Самая лучшая терапия трудолюбов. А там дверка же открывается. Верхнюю жерель убери. Заходи. Внутрь заходи. Пахнет. Да? Какой запах. Я бы... Если бы... Я бы тут бы спал бы. Так ты попроси, Смиревич. Мы же тебя не гоним. Завтра бы помог нам. Так а... Настоятель ваш сказал же ехать. Он не сказал ехать. Он тебе сказал, как ты хочешь. Ну сейчас он попрощался, видишь. Попрощился. Ладно, поехали. Но мы здесь потом сделаем влаги из бревнышек и доски постелим. Потому что от земли влага идет. И будет вся постель сырая. Все равно постепенно. А нет, надо что-то то стелить, конечно. Обязательно. Да, полдерянный. На земли-то нельзя стоять. Или хотя бы сейчас просто коврик по туристическому разу. Да, у нас сейчас не надо. Коврики, кстати. В келье ночью. Коврики. Туристические коврики. Я сейчас вспомнил. Это же как в палатке. Ну. Там можно и доски. Но доски... Ну да, можно и здесь. Потому что это все равно будет постепенно. Коврики-то... Это сейчас, допустим, пока досок нет. Можно поспать. О! Вот, сними солнце еще. Красиво. Красиво нам пиза. Тут вообще в Потерявке открытое пространство. Тут вообще за всем наблюдать край. Тут такие кадры хорошие получаются. А, вот контакт у нас слабый. И там есть три скручки. Если мы три скручки раскрутим и закрутим, и контакт опять будет слабый, какая еще может быть скручена? Три скручки... А, три скручки... А я... А, да. Это Сергей Пупков. Машина. Вот, главное, чтобы не падать. А, вот, главное, чтобы не падать. А, вот, вновь, 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 слишком легко. Нужно. Потому что у вас же силовой натуру надо сделать. А, вот, силовой натуру... Припадает. Да? Да. А, силовой натуру, Слава Христу. Покажите костер, чтобы вы увидели, когда увидите в интернете, вы поймете, о чем речь идет. Подъехай назад, там же дорога, вот только выехала по дорожке. Так своими руками. Там такое грандиозное было сооружение. Больше двадцати лет. Мы нынче убрали и заново построили все. И вот здесь, вот это вот, это у нас летняя столовая. Подъехали, все выкосили, чтобы комары не кусали. А ветер дует. А там утром молиться. А вот шалаш. Не показал? Да. Пожали. Там спать, спать отлично. Отлично. Тут на третий человек сделано. И они спали, дети там или нет? Ну, уже в конце, когда мало было. Видите, какой шалаш. Они всю жизнь в движении. Это раньше в деревне такие рыги делали. Ну, вот видишь, вот какой крест у нас. Ну, когда не глянешь, везде у нас возлижены кресты. А вот как раз я вас спрошу сразу. Вот я читал, что вот кресты есть разные. И вот это вот смысл вот этой. Читал, что вот крест вот этот. Это образно. Никакое там не было ничего. Это у православных принято. Это надо смотреть с той стороны. Вот руки Христа. Вот где-то означает, два разбойника покаялась, а правая спасительная сторона, а левая погибельная. И он поднял как бы руки вот так вот. И весы взвешивал. И этот пошел в рай. А вот эти перекладинки для чего? Ну, а это руки Христа его прибиты был. А вверху это надпись. Иисус Назареет Царь Иудейский. Ну, это уже схематично. Ну, по нижней, что один пошел в рай, другой в лату. Все. Покажи, где мы молиться начали. Молились, отмошкары прятались. Новое построили там. Ну, рядом поедете, загляните, успеете еще. Пока светло. Так, да. Я поехал. С Богом. Если батюшка там, к батюшке заехайте, чтобы открыть храм, показать ласточкины гнезда. И заведи его на это. Сережа. Останови маленько. И своди. Что мы там делаем-то? Покажи. Уедет, успеет. Иначе он есть. У нас тут яблоко хватает. Не, я в тебе не взял. Я просто... Да. Ну, понятно, что... За деньги я и не куплю. Ха-ха. За деньги. Ха-ха. Вон у него, видишь, коврики какие-то. Ну, я знаю. Даже грошь не награда. Ну, ты покажи, брат, что там. О, спаси Христос. А ты... Красота. О! Держи. Кабачок. Спаси Христос. А задачу завтра? Повару нашла. Не, ну, повар все-таки вам может поработать. Повкуснее готовил маленько. А начальник любит такую пищу? Так начальник-то любит. А вы какие? А мы смиряемся. А мы смиряемся. Мы с червоугодием боремся. Понимаете? Такой грех с черво угождать. А мы... Ну, пища должна радовать все равно. Согласен. Соль добрая вещь. Я спорил. Соль это... Это вообще соль земли. Написано соль добрая вещь. Да, вот и... Ты с пакетом отдаешь? Да, конечно. Спасибо Христос.